добрый день друзья добрый день и у нас сегодня очередная кухня инфодайнга мы расскажем что у нас за эту неделю происходило а в принципе происходило все как обычно наверное мы просто работали чуть меньше потому что были все-таки праздники и чуть меньше мы завершили последнюю обучающую программу провели погружение проработали и сегодня мы расскажем подробно так что же происходило на этой неделе на этой неделе начнем с консультации да на этой неделе у нас вся неделя была заполнена была заполнена консультациями со взрослыми то есть так получалось что как-то аутизма было был но незначительное количество на фоне обращения именно взрослых людей именно по состоянию здоровья по разным проблемам проблемам и тяжелым и легким и проблемам когда я читала вот работаем с ребенком читаем ребенку 31 годик а у мамы проблемы с ребенком в общем такое тоже было это было весело и на самом деле оказалось по обратной связи эффективность работы со взрослыми даже превышает эффективность работы с детьми то есть если в прошлом году у нас было наоборот то есть со взрослыми результативность была ниже то в этот раз включение взрослых в работу идет как-то очень быстро потому что помогают книги и обращаются к нам люди которые уже нас смотрели слушали с которыми не надо сюси-пуси и уговорите меня и так лучше сразу идите занимайтесь регрессивным гипнозом то есть вы в инфодайвинге этого не дождетесь не туда пришли да это все про ответственность и про игру инфодайвинг это чтобы свернуть больную игру и создать здоровую игру а все остальные варианты это мы поиграем вашу игру свернуть прийти осознать совершить да и открыть новую развернуть вот это про инфодайвинг но это получается полная ответственность на вас все потому что это вы создаете вы знаете что вы хотите прожить вы знаете мы вам помогаем свернуться только в помощь на и мы помогаем вам осознать что же вам надо но все остальное творит ваше сознание не наше мы с вами находимся далеко мы вам помогаем всего лишь это все сделать но это ваш кусок работы да поэтому всегда говорим, что инфодайинг – это двойная работа обеих сторон. И обе стороны работают, и надо меняться, надо приходить к себе. И поэтому работа со взрослыми, вот, наверное, впервые мы заговорили о том, что она оказалась эффективнее, чем работа с детьми. То есть на выходе сразу проявляются результаты, и эти результаты, они сразу идут обратной связью. Мало того, что люди пишут, откуда вы это все знаете, то есть попадание идет очень высокое в информацию. Но мы уже это не называем попаданием. Мы уже называем, что мы просто припечатали человека, и смотри, что ты делаешь, смотри, как ты живешь. Смотри, ты развернут вовне, ты размазываешь себя, ты обслуживаешь, ты услуживаешь. Ты где-то, но тебя у тебя нет. А к себе развернуться ты боишься по какой-то причине. И вот эту причину мы четко находим, что тебя держит. Ты боишься своей кармы, ты боишься себя, ты не можешь простить себя, ты не можешь простить других, Их ты не даешь себе право на ошибку. Ты, ты, ты. Вариантов миллион. Но когда человек начинает осознавать, но самое главное, что этот вариант идет красной нитью через всю жизнь человека. И человек его вообще никак не осознает. И вот когда мы вот так человека к себе разворачиваем, показываем, у человека сперва случается прояснение сознания, перезагрузка, и потом те письма, что мы получаем, я не публикую. Я не могу это публиковать. Да, личное. Это нарушение тайны. Это некорректное проявление по отношению к своему клиенту. Это самоутверждение за счет клиента. Нам это не надо. И поэтому, когда нам пишут насчет того, что почему у вас стало меньше обратной связи и так далее, потому что она стала глубинной. Она стала настолько личная, и она стала настолько, что человек полностью открывается. Она стала точечной. Она точечная, да, лазерная. И поэтому вот работа со взрослыми нас, конечно, очень сильно мотивировала. Нас самих, и в нас родился интерес работать со взрослыми болячками, потому что мы как-то очень много времени уделяли аутизму. Оказалось, что интерес к аутизму у нас угасает, потому что, в принципе, у нас в голове выстроена система, как провести по всем точкам маму с ребенком, да, в какой-то момент подключить папу, потому что папа все равно нужен будет. Но это путь, и мы его положим в методологию, тоже будем обучать этому в следующем полугодии, но он уже не так интересен. Ну, потому что он уже у нас выстроен. Откатан, выстроен, да. И вот поэтому сейчас по аутизму хотелось бы сказать тем родителям, которые начали свой путь с нами, либо же только приходят к нам, да, первая консультация, она всегда будет очень глубинной. Она поднимет самые глубинные слои психики, сделает самые глубинные настройки, и дальше будет разнос. Разнос, который будет проявляться какое-то время проблемами, там где-то с питанием, где-то с пищеварением, где-то с капризами, где-то-где-то, но при этом уже сознание у ребенка будет включено. После этого надо будет делать шаг, выстроить подсознание, после этого надо будет делать шаг, выстроить надсознание. И уже в проявленной реальности за это время при этом надо будет измениться, это ребенку выстроить, да, а матери за это время надо будет измениться. Поэтому, когда мне пишут, что типа, Я начала работать по вашим практикам зеркало, я начала работать, я меняюсь, а ребенок не меняется, да, или там незначительные изменения, конечно, а никто не работал с глубинами его психики. Вы поймите, что если вы просто зашли из надсознания и делаете какие-то практики по изменению, то остальная часть, это равносильно, как вы вот подплыли к Марианской впадине и говорите, я меняю ее на дне, да, хотя сами барахтаетесь на поверхности. А вовнутрь туда надо погрузиться, надо еще этот батискаф найти, как туда добраться, точечно поднять, посмотреть, что там изменить для того, чтобы в дальнейшем то, что на поверхности разнесло и создалось другое, да. Поэтому упрощать работу с аутизмом нельзя. Это сложная работа, наверное, одна из самых сложных, которая вообще может быть. То есть она начинается с глубин психики и потом уже под то, как изменилось программное обеспечение там, как очистилась информационная составляющая там, под нее дальше выстраивать уже весь букет, который уже на поверхности вы будете видеть в реальности. И реально работа с аутизмом будет занимать до двух лет, да, при движении матери к самой к себе. И вот эти практики, которые висят в открытом доступе, вообще на консультации мы будем просить приходить уже тогда, когда вы сформировали их как привычку. То есть зеркало для вас стало привычкой, вы действительно уже любите себя и можете говорить слова, и вы принимаете себя, цените свое тело и так далее. Это программное обеспечение уже выстроено как привычка. Легализация чувств на диктофон и научиться слышать то, что вы изрыгиваете во внешний мир, на самом деле вы это все говорите себе. Вот это надо осознать и прийти к тому пониманию, что не надо плевать в свой собственный колодец. Это еще надо до консультации, да, по-хорошему, чтобы работа наша уже была на порядок эффективнее. Чтобы вы не тормозили нашу работу, да, чтобы, когда мы зачистили вот этот глубинный слой, вы заново его не заполняли тем мусором, который у вас был до этого. Да, то есть от того, что вы сидите на инстинктах и рефлексах, легче вашей психике не становится. То есть эти вещи можно понять, осознать и зачистить заранее. Вот это все мы уже описываем в предподготовке к консультациям, которая должна будет быть у тех, кто к нам будет обращаться с вопросами аутизма. Дальше будут этапы работы разделены на несколько этапов. И каждый этап будет совершаться по готовности, когда мать уже будет готова и когда эта часть будет отработана. То есть этот путь будет пройден, потому что делать следующий шаг не имеет смысла, если вы не доделали предыдущий. И, кстати, меня очень радует понимание мам, кто работает в чате. Они сами видят, что они двигаются вот так уже, естественно, да, после работы с нами. И они сами чувствуют, когда им уже нужна наша помощь. И следующая консультация идет уже по готовности мамы. Потому что самое главное, когда мама четко видит, она меняется, меняется ребенок, она меняется, меняется ребенок. И это движение идет синхронно. Не бывает разбалансированного движения на выход из аутизма. То есть аутизм всегда привязан к родителям. И важный момент папа, да, момент, когда все-таки папа включается, потому что очень много пап, кто пытается отрицать, кто пытается улизнуть, кто пытается спихнуть ответственность на маму и так далее. Так вот, господа, не прокатит. Это ваша карма. И крайний момент прижимания, когда уже папа начинает меняться. Кстати, на этой неделе у нас были такие консультации, когда папа вынужден меняться, потому что его зажало собственное здоровье. То есть обращение взрослого и понимаешь, что, дорогой, а ведь это можно было делать с самого начала, да, и не тратить время зря. Потому что если уже начали работать, то не теряйте время, работайте сразу. Да, не размазывайте, не размазывайте, не ждите, что мы вас пожалеем и что-то сделаем за вас. Не пожалеем и не сделаем за вас. Мы вам помогаем по максимуму из состояния любви, из состояния принятия вашей игры, из состояния понимания, готовы вы двигаться дальше или нет. Это как подъем на гору, на Эверест. Вы идете, и вот вам ноги не несут дальше, надо сесть и отдохнуть. Если вам надо сесть и отдохнуть, отдохнули, обратились заново, пойдем дальше. Да, то есть этот путь все равно придется пройти. Поэтому вот этот момент у нас, конечно, был на этой неделе и в осознании, и в описании уже. Мы его просто описываем для того, чтобы человек, который обращается, сперва это все прочел и начал двигаться. На этом пути будут в помощь наши книги. Их уже семь. Первая книга, она двойная, напоминаю. «Управление восприятием» состоит из двух книг. Все в одной книге объединено. И готовится к выпуску уже в середине января выйдет восьмая книга «Глубина». И параллельно пишется книга «Парадоксальное восприятие» и «Практики» подходят к концу. Мы их дописываем. И у вас даже можно будет практическую часть читать, осознавать и делать. Это те вещи, которые будут в помощь для тех, кто двигается. Дорогу осиливает идущий. Кроме того, на этой неделе мы начали большую тему. Опять-таки зашли через взрослых. Это наша работа в следующем полугодии. Мы говорили, что мы хотим написать методологию для того, чтобы люди, кто работает за нами и кого мы учим, они могли точно так же работать и часть своей работы заменить, чтобы работали стажеры, чтобы работали инфодайверы и другие. По заболеваниям, по консультациям и так далее. Эту часть в наших планах передать другим лицам. Так вот, чтобы выстроить методологию, мы начнем первая образовательная программа, которая стартует и будет длиться 3 месяца. Это программа по молодости и здоровью. Говорим сразу. И здоровье, и молодость идут в спайке. И последняя часть будет ресурсы и омоложение. Это конкретно, когда мы все это дело, опять-таки, мы начнем с обратной стороны. То есть в психике идет обратный подход. Не вот из реальности, как вы смотрите и вам кажется, что вы туда дойдете. Нет, когда мы работаем на результат, нам надо с обратной стороны, потом здесь уже отстроить надсознательную часть. И мы точно так же пойдем из глубин по темам молодости и здоровья. Здесь же будут вопросы. То есть мы начнем из глубины и пошло выстраивание. Здесь будет большая комплексная программа. Она потом будет анонсирована, как она будет протекать. Но мы четко понимаем, что мы будем работать здесь с теми проблемами, которые касаются именно физического здоровья, ресурса на жизнь. То есть это и про долголетие, и опять-таки того, как вы выглядите в проявленной жизни. Это будет и вес, это будет и кожа, это будут глаза, это будут морщины, это будет все. То есть это все, опять-таки, про любовь к себе. То есть вот эта программа большая будет. Она будет состоять из нескольких курсов. И будет предложен вариант человеку выбрать, как он будет в ней участвовать. Точно так же будет методология выстраиваться по работе отдельно с детьми и отдельно со взрослыми. То есть повторение семинаров и тренингов наших, которые были раньше, мы не планируем ни одного из тех программ, которые будут. С февраля месяца не будет повторена ни одна. Все будет в записи, потому что мы уже рассказывали, мы шли по состояниям. Чтобы дойти до глубин, мы шли по состояниям сознания, по вуалям информационным. Это все разные состояния психические. И подстраиваться, и осваивать их для того, чтобы научить кого-то крайне сложно. Поэтому мы этого делать не будем. Это называется остановка и зависание для нас. А мы всегда идем по интересу, мы идем вперед. И если вам эта часть интересна, вы можете ее взять в записи. И это правильный подход, потому что к записям вы все равно будете обращаться, даже когда мы будем отдельно работать по молодости, здоровью, отдельно методологию по работе с болезнями взрослых, отдельно по методологии с болезнями детей. Вот эти части, они все равно будут включать наши старые программы, которые придется брать самостоятельно и осваивать самостоятельно. Поэтому это вот то, что мы сейчас разрабатываем, прорабатываем. Что еще из важного на этой неделе? На этой неделе мы еще обсуждали и будем делать предложения нашим девочкам, стажерам. Мало того, что они пойдут дальше в инфодайверы, мы им сделаем предложение по сотрудничеству. Это нашей канадской группе, девчонкам Иринам, Иринам Павлюковой и Романовой. Девчонки, вы на самом деле огромные молодцы. Вы заняли и разработали ту нишу, которую мы не взяли в силу нашего интереса. И мы приветствуем именно такую работу людей, как сделали вы за этот год. Это работа с животными. На самом деле работа с животными очень близка к работе с людьми. И именно с детьми. То есть животное отражает человека, хозяина, точно так же, как ребенок отражает мать. И животное... Ну, как бы это ни звучало вот жестко, да? Ну, это так. На самом деле так. Ребенок зависит от родителей, так же и животное зависит от хозяина. И зачастую животное болеет болезнями хозяина. Животное отражает именно, да. Животное забирает, как говорят, да, забирает. Вот просто это как ребенок. Так же, как ребенок зеркало для родителей, так же животное, оно зеркало, но оно при этом забирает еще. То есть это немножко по-другому. И у нас к вам будет предложение, чтобы все-таки методологию по работе с животными, опять-таки, выстраивали. Но не мы и описывали, а вы. Да, вы. Да? И это будет плотное сотрудничество нас и вас. То есть, чтобы работа с животными вышла на другой уровень. И этому обучали вы, да? То есть это ваша наработка, и вы действительно взяли очень большой сектор, и вы действительно его очень качественно сделали. Мы просто аплодируем стоя, потому что мы понимаем, что так двигаться можно было только из интереса. И то безумное количество консультаций, которые вы сделали по животным, да, и та обратная связь, которую мы получаем, она, конечно, показывает огромный труд. И вы знаете, мы вообще гордимся тем, что... Кстати, в Канаде Ирина Павлякова, она переселилась в Канаду из Беларуси. Опять-таки. Вроде Канада. Беларусь рулит. Вроде Канада, но все равно и там есть Беларусь. А Ирина Романова, наверное, из Украины, да? Откуда она приезжает? Наверное, Украина, да? Но в любом случае они там живут, и живут уже много лет, имеют гражданство, все. Но они когда-то тоже были на этом пространстве. И мы гордимся, что девчонки так классно вот эту тему взяли. Видно, что по интересу валят. Вот просто валят по интересу. И это важно очень. Это очень важно. Это ключ в инфодайнге, это тот момент, который разворачивает человека вовнутрь. Ведь сколько людей, кто пытается работать и стажером, и учеником, кто сам тренируется, а все равно возникает ощущение, что вот он размазан на наружном контуре и висит как этот вот, как букашечка дрыгает ножками, борется с этим миром. И все делает в услужении этому миру. И тогда, когда он не развернут к себе, у него нет результата. И тогда у него начинает хромать собственное здоровье. И тогда человек вынужден разворачиваться через какие-то собственные проблемы. И тогда человек начинает паниковать где-то. И вот эти моменты, когда мы наблюдаем, мы понимаем, что это все не разворот к себе. Это все такое тонкое чувство, когда ты что-то делаешь, но ты делаешь не потому, что тебе интересно, а потому, что, например, ты хочешь заработать денег. Или ты хочешь быть важной. Или ты компенсируешь этим недостаток внимания и недостаток почести от твоих родных, близких и так далее, чтобы они сказали, о, она молодец. Или он просто классный чувак, он успешен. Но это же все внешний контур. Вы это делаете тогда, получается, не для себя, а для вот этого внешнего контура. Или вы такие сострадательные, что вы идете служить людям. Вы такие сострадательные, что вы хотите спасти весь мир, и вы не можете остановиться в этом спасении. Или, или. Это тоже внешний контур. Вот научиться замечать, когда вы это делаете не для себя, а для других, это значит, вы развернуты вовне. Это значит, вы уходите от себя. И это значит, ваши результаты временные. Это значит, настанет момент, когда вы начнете терять с собой, вот с этим единым «я» свою связь. И оно развернет вас к себе через боль. И вот этот момент, он настолько тонкий, настолько, ну я не знаю, я его чувствую легко, но объяснить это даже на слова положить, крайне сложно. Очень сложно положить, да. Это очень классно. Мы прожили на курсе на этой неделе, когда я лгу себе или вот меня оболгали. Это курс лож. Вот это вот глубинная ложь. Там все разложено, там все очень-очень хорошо люди прочувствовали. Да, вот именно прочувствовать это удалось только на этом курсе, потому что это очень большая глубина. И даже был момент, когда человек в конце попытался развернуться, как я буду работать с клиентом. И тут туф и осознание, а ведь это ты пошла на внешний контур. У тебя здесь клиентов нет. Здесь есть только ты. И только ты определяешь, мир будет двигаться к тебе или ты будешь обслуживать мир. И это была такая точка, которая просто, она звенела, как набатом звенела, да. И поэтому люди, кто вот прожил вот этот вот опыт на себе, вот это погружение, вот эти погружения я, там тоже разные состояния были. Это сложное погружение. Вот у них пришло понимание, да, и осознавание пришло на эту тему, и тогда жизнь становится другой. Но это разворот к себе. Это разворот к себе конкретно на 180 градусов. И уже когда вы исходите из я, вот этого я единого, это совсем другое восприятие. И тогда ваша работа становится результативной. А иначе нет. А иначе вы просто бегаете по внешнему контуру, используете. Да, да, да. Потому что работа становится глубинной. Именно глубинная. Она результативная, потому что она глубинная. Она глубинная. А иначе когда глубины нет, результативная. А если да, а если все остальное, это вы просто развернуты к внешнему, и как Санчо Панчо с ветряными мельницами. Кстати, курс вот этот ложь, он тоже не планируется к повторению в силу своей огромной глубины и сложности проведения. То есть это сложные программы, сложные для нас были программы. Поэтому мы радовались, что мы смогли их оставить в записи. Да. Да, потому что эти состояния повторять крайне сложно. И, кстати, даже сейчас вот у нас планируется еще одно повторение курса «Деньги из глубины». Мы его как-то поставили с дуру. И люди уже попредоплачивали его, и мы его вынуждены сейчас провести. И мы понимаем, что для нас опять-таки возвращение в те состояния, оно достаточно сложное. Но при этом это говорит о том, что будет еще глубже. Будет еще глубже. Ну как глубже? Будет с включением чувств, потому что деньги отражают чувства в подсознании. Естественно. То есть вот эта программа тоже, потом выберем, какая из них останется в записи. Это или предыдущая. Оставим одну в записи, в доступе. Хотя у нас же и прошлое не в доступе. Значит, и эту закрой. Ну, значит, не в судьбе валют. Сами пройдут этот курс. А, да, у нас в прошлое не в доступе. Потому что там очень много личного поднимается. Да, личное, точно. Там личное, там с точки зрения корректности ее нельзя оставить в записи. Да, да, да. Либо же пообрезать основные ключевые обучающие моменты. Тогда это не имеет смысла, тогда человек пустышку будет покупать. По сути своей, этот курс «Деньги» – это как консультация. Ну, правильно? Ну, глубже. Плюс, естественно, глубже. Глубже с проработкой. Да, потому что с включением человека и сам человек идет. Я к тому, что мы его поставили, не думающим. Да, естественно. А что вы говорите? Ну, когда мы сперва делаем, потом думаем. Ну, ладно, стоит и стоит. Значит, этот год мы еще… Ну, хотя он уже на начало года. Эту часть мы доработаем. Потом у нас будет перерыв. И следующая программа у нас начнется с февраля месяца. Перерыв будет, потому что будет глобально меняться подход. Мы идем дальше. Мы вот сейчас осознаем ту глубину, где мы освоились. Мы осознаем те результаты, которые мы получаем быстро. Мы сейчас активно нарабатываем психотехники и основные писательные моменты по работе с коллективным. Это очень интересная часть, она очень большая часть, и она действительно очень крутая часть. Мы ее осознаем и понимаем, что мы посигнули на святое. И мы просто, ну, как всегда, валим на поролом, не останавливаясь. Потому что это интересно. Там интерес. Потому что очень многие болезни именно корнями уходят в коллективные. Вот, например, те же самые пандемии и так далее. Это чисто коллективные игры. Опять-таки, онкология – это чисто коллективная игра. Инфаркты, инсульты – это коллективные игры. Мало болезни. Так даже проблемы в жизни у человека – это тоже из коллективного. Из коллективного. Однотипные. Все, абсолютно. И более того, человек к ним подключается, вообще не думая головой. Он просто берет и подключается. Ему говоришь, слушай, зачем ты запрашиваешь сейчас эту игру, откажись от нее. А он не понимает даже сути вопроса твоего. Потому что он просто на автомате валит вот в эту коллективную игру. Так это мы сейчас только болезней касаемся. И если мы хотим, например, работать эффективнее, еще эффективнее с заболеваниями, то так или иначе надо будет потрошить коллективное. Поэтому вот мы сейчас вот эту тему – это одна из тем, которую мы поставили именно в наблюдении. И для того, чтобы наблюдать за коллективным, обязательно надо отсутствовать физически в нем. Иначе ты не сможешь наблюдать, иначе ты все равно будешь подключаться в игру при каждом погружении. Потому что будут предложения. То есть будут сразу предложения игры. Ну как, тебе интересен ковид, а давай ты сейчас поболеешь и сыграешь в эту игру. Тебе интересна онкология, давай мы тебя сейчас окунем, и ты пойдешь через свое собственное тело. Вот так, так как мы вот эти вещи осознаем, понимаем, как это работает, мы понимаем, что нам это не надо, да, но при этом мы хотим разобраться в этом программном обеспечении, то это надо будет сделать вот как через стекло, да, на удалении. Это мы будем делать в январе. И дальше будет экспериментальная часть, которая опять-таки будет где-то использоваться и при работе с выстраиванием методологии. Что еще у нас было на этой неделе? На этой неделе опять-таки у нас были, мы решали, как мы будем продвигать наши книги, как они пойдут, как мы будем делать дальнейшие заказы на книги, потому что книги очень быстро уходят, и нам надо будет делать до заказы, а наше издательство не справляется сейчас с этим объемом, или мы будем решать, вот уже после Нового года будем встречаться с руководством, чтобы решать все-таки, мы будем работать через них, или мы будем еще одно издательство подключать на большие издания. Потому что книги уходят комплектами. Да, на большие тиражи, а большие тиражи, это тиражи не... Вот если первый тираж, мы назвали его золотым, мы сделали по 500 книг, да, каждой книги, и они уже заканчиваются, то в следующий тираж, я думаю, что меньше 10 тысяч заказывать нельзя. То есть это и так уйдет очень быстро. Но 10 тысяч я понимаю, вот я помню, как работают там, как сидят там, там общество инвалидов работает, и как ведется настройка работы там, и я вот зависла, а смогут ли они выполнить эти заказы. Ну, поговорим. Ну вот сейчас это все в обсуждении в нашей команде, как мы будем устраивать следующий год, как мы будем работать, с какими издательствами, с какими магазинами, с чем. Но в любом случае это будет из Беларуси, это будет через нашу платформу. С января мы обновим платформу и запустим там дополнительные опции для того, чтобы, опять-таки, нашей платформой пользовались другие люди, другие направления. То есть там будет отдельное направление психология, отдельно направление экстрасенсорика, отдельно направление спорт. Это те направления, которые никак не связаны с инфодайвингом, и точно так же просто будут люди пользоваться платформой. Почему? Потому что к нашей платформе подключена классная платежная система. Мы, кстати, от нее получили подарок недавно. Это система BePay. Система BePay, она одна из ключевых в Беларуси. И вообще настройки точно такие же, как у авиаперевозчика Белавиа. Когда вы покупаете авиабилеты, вы пользуетесь этой же платежной системой. И эта же платежная система работает у нас. Поэтому, когда в Беларуси экстрасенсы, психологи задаются вопросами, как мы можем получить деньги в Беларусь. Типа это очень сложно сейчас и так далее. И бегут куда-то в зарубежье, чтобы открыть там карт-счет, для того, чтобы перечислялись деньги на карточку и так далее. Мы этот вопрос решили, у нас нормально решили. То есть вы сразу получаете деньги на расчетный счет через нашу платформу, не уходя от налогов, не уходя от государства. Не надо ездить, открывать где-то карт-счета, не надо никого обманывать, потому что маленькая ложь формирует большую карму. И те, кто проходил курс ложи, это знает. Маленькая ложь формирует большую игру. Большую игру. Чтобы было больше понятно уже, да. Поэтому, если в дальнейшем вам захочется действительно работать, причем для нас неважно, с какой страны вы будете работать, то вы будете иметь дело с платежной системой BePay. Это примерно как аналог PayPal, только здесь. И будете работать абсолютно на законных основаниях, потому что она работает именно с ИП и с юрлицами. Да, сейчас многие на нас кивают и говорят, вы чокнутые. Вот сейчас вступает в силу новое законодательство, и в Белоруссии это все обрубится, и вы работать не сможете, если оно уже принято в двух чтениях. Но мы до последнего верим, что разум в нашей стране есть. Здесь есть свет, здесь все будет работать так, как оно должно работать. И все останется так, чтобы ИП не разрушились. И настроенная, отлаженная на эту систему должна работать. Потому что это самая большая ошибка. Поэтому разум должен это заметить. Да. И я думаю, что вот если заходить с точки зрения разума, то это законодательство не вступит в силу. Оно будет перечеркнуто на последнем этапе. Я в это верю. Я просто в это верю, потому что я знаю, что именно разум, он в Белоруссии. И поэтому мы ничего не меняем в нашей системе. В наших настройках, в нашем все. Потому что мы знаем, мы выстраивали под текущее законодательство и выстроили правильно. И у нас законодательство полностью было совместимым с Россией. Если вступит в силу новая, то оно получается ставить россиян в значительно лучшее положение относительно нас. И тогда мы можем загнуться. Но мы не загнемся. Я знаю, что инфодайинг, он просто пойдет на пролом и будет все хорошо. И свет разума, он превозобладает в Беларуси. Именно в Беларуси все здесь будет хорошо. Потому что вот эта вот настройка и работа с ИП, она важна. Она дает человеку свободу. И если убрать вообще ограничения, лимиты и так далее, то человек именно через ИП, через мелкий бизнес, он может достигать огромных результатов и приносить действительно хорошие дивиденды в своей стране абсолютно законно, официально и так далее. Итак, что у нас еще было на этой неделе? У нас было Рождество. У нас стоят елки. Вот наша уже наряжается дома, поэтому мы ее не снимаем пока. Еще мы запустили новый формат в Инстаграме. Это формат обучающий. И это формат, это отрезки, нарезки с моментов, которые очень нравятся моим детям, когда мы беседуем. И я им даю советы где-то в бизнесе, где-то еще как-то. Вот такие моменты. И очень хорошо, когда в эти моменты присутствует Ирина, потому что она точно так же корректирует очень четко вот эти вещи. И дети предложили, что почему вот эти наши беседы семейные не кусочками не дозировать в Инстаграме, потому что они реально ставят мозг на место. Ну вот мы запустили этот формат. Сейчас пробничек. Вчера вечером попробовали. И пробник у нас уже в Инстаграме и в ТикТоке. Мы по-прежнему развиваем эти ветки. И, наверное, у нас появится скоро еще новый формат видео на Ютубе. Но пускай это пока останется загадкой. И планируется к выпуску еще один фильм. Этот фильм про инфодайвинг. А дальше я не скажу. Ну вот именно. За мануха, чтобы осталось. У нас выйдет фильм. Мы просто фильмы отложили в сторону в силу их низкой рейтинговости, низкой эффективности. Все равно люди считают эти фильмы постановочными. То есть, когда мозгов нет, они считают их постановочными. Поэтому вот сейчас решили вернуться к формату фильма и сделать один фильм. Но не такой, какие были предыдущие. То есть, далеко не постановочные. Интрига. Интригу по-третьему. Наверное, в принципе, все. Люди ждут, что мы должны рассказать про детей. А что же у них было на этой неделе? Да, все замечательно. Ну, а тогда, ну, добрый день, Наталья. Мы потихоньку идем к себе. Егор стал какать на горшок на этой неделе. Бывает, 2-3 дня не ходит. Ждет памперс. Но потом садится на горшок. Стал говорить спасибо, спасибо. И по тяде, пожалуйста. Иногда поет. Возьмет игрушки типа микрофона. И поет ля-ля-ля. Кушается, знал, хуже. Но с моих рук не отказывается. И пошло поет. Мама, наконец-то, видит, начала видеть в ребенке здорового ребенка. Вот это кратко, я скажу так. Это, на самом деле, это мама... А заметь, она не одна такая. У меня вот таких вот сообщений за последнее время пришло много. И мамы пишут, я не смотрела, я не замечала, я не видела. Вот оно. А потом я стала фиксировать. И мама изменила свое направление внимания. Луч внимания. Она изменила. А значит, если она смогла это изменить, и смогла видеть, любая мама начала видеть другое в своем ребенке здоровье, это значит, в маме происходят кардиналии. И еще мамы поприсылали видео своих детей в конце года. Спасибо вам большое. Я не выкладываю это нигде. Но когда вот я вижу видео, ребенок постранел, потому что был избыточный вес, у ребенка нормальный взгляд, ребенок делает зарядку, уходит в бассейн, учит таблицу умножения, хотя стая или умственное отставание ребенок не мог ее освоить. Прогресс во всем у нас. Мы видим это вот просто уже по тому, как ребенок играет, двигается, говорит и так далее. И нам не надо писать, что я заметила. Хотя мамы, когда в перечень пишут, что они заметили, мы видим, как мама меняется. Ну и по ребенку мы видим, что ребенок пошел в движение поведен. Да, это взаимосвязано. Вот эти моменты, конечно, они очень крутые. И на самом деле те фильмы про аутизм, которые у нас были, если сейчас вот заново запустить и сравнить, то это будет просто вот налицо. Действительно перерыв, и налицо будут изменения, и просто будет видно, очевидно глазами, как изменились и мама, и ребенок. Вот мы же делали два таких фильма, да. Сделали просто то, чтобы показать. Чтобы показать, но у людей пока не выстраивается. Люди на самом деле не готовы к тому, что фильмы могут быть настолько правдивыми, открытыми. Человек начинает придумывать от ума, что это там сценарий, это то-то. И поэтому как бы... Человек привык видеть ложь, он привык лгать, и он видит ложь в обратную сторону. Да, 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 да. И поэтому как бы наши фильмы, пока мы их приостановили, они рано вышли. Они вышли рано. Более того, они сыграли опять-таки тоже провокационную штуку в подсознании тех же матерей. Многие из них остановились, сели на пенек и начали ждать. Ждать именно, да, да. И понимаешь, и только через личную боль потом обращались и начинали двигаться. Понимаешь, и вот у меня даже было видео от одной мамы, она присылала видео ребенка, и как она с ребенком разговаривает, общается и спрашивает, почему ребенок плачет, когда вот я с ним общаюсь, а у меня возникло желание отдать ей по голове. Ну, что я и сделала. Понимаете, потому что мне самой плакать хотелось, глядя на как она общается с ребенком. Да, то есть вот это те моменты, которые либо человек осознает, ну, дорогу осилит идущий, либо не осознает, да. И я когда смотрела на эти вещи, понимаю, что мы некоторые выпустили рано. То есть там пошли очень хорошие изменения, и они дали возможность маме остановиться. И тогда нам стало сложнее работать. Если бы мы их тогда не выпустили, а продолжили в точку лупить маму, то результат был бы лучше. То есть у нее бы не было бы вот этой вот пассивного желания остановиться. Но на самом деле это выбор человека, и те результаты, которые по-любому, они сегодня видны, они были тогда, они никуда не делись, и они еще укрепились сегодня, они показывают, что инфогайинг, он творит чудеса. Но если спросить, а что же такое тот инфодайвинг, который творит чудеса, на самом деле это творит чудеса мама, которая возвращается к себе, искренне, открытой и настоящей. Когда она разворачивается к себе, когда она, пардон, перестает быть животным. Да простят меня маму, но вы знаете, что это так. Когда вы выходите и осознаете в себе человека, потом Бога, вы меняетесь, меняетесь, вы ведете себя по-другому, и ваши дети отражают вас. Они отражают вас вот из глубины. Вот. И именно заход из глубины, с обратной стороны, он дает самые эффективные варианты работы с аутизмом. Не именно поверхность, а именно глубина дает самую высокую эффективность. Поэтому наши консультации сейчас будут строиться иначе, они будут строиться с обратной стороны. Мы к этому пришли, мы это понимаем, и методология вся должна будет выстраиваться с обратной стороны. И тогда получается обучиться инфодайм в Украине сложно. Но я это осознаю и понимаю, мы этот путь проделали. Если люди готовы учиться. Потому что он с обратной стороны заход. Да, да, да. И ничего не сделаешь. Тогда заход с изнанки. И приход к себе настоящему. А для того, чтобы с изнанки прийти, надо пройти этот путь. И с изнанки пойти. И с изнанки. Это вот то, что мы говорим. Свернуть, осознать и развернуть. И развернуть новое. Новое. Уже осознанно. И на самом деле это так. И это возможно. И это так реально. Но да, это сложно. Казалось бы, ты уже понимаешь, да, ты чувствуешь, ты понимаешь. Вот человек говорит, я знаю, я понимаю. А ты понимаешь, что он, да, но все равно у него есть подвижки, но он на поверхности все равно. Он как боится нырнуть глубже к себе. Как вот даже, ну это так чувствуется. А для этого, для того, чтобы почувствовать вот эту глубину, надо пройти путь. Прийти к этой изнанке. И развернуть. Кстати, сейчас вот из глубины настолько заметно, как человек скользит по поверхности, как он хватается за любую возможность привлечь к себе внимание. Да, это вот как сегодня. Причем это и артисты, и известные люди. И вот смотришь на вот это, когда человек за любую соломинку хватается, чтобы привлечь к себе внимание, но только чтобы не развернуться вовнутрь. Только нет, ни за что, да. Готов на что угодно. Из внешнего, все оттуда. Да, но все что угодно может, но только не к себе. Только не к себе. А потом представляешь, какая боль будет в конце жизни. И все дальше и дальше уходит от себя. Все дальше и дальше и дальше. А потом в конце вот это, да, действительно перец, боль, когда ты встреча с самим собой. выходишь на свой собственный суд, разворачиваешься, и ты мудришь, что ты не приблизился к себе за жизнь, а ушел. Ты просто ушел. А это вот именно в последние минуты жизни. Это просто открывается перед тобой полностью все. И ты видишь все, да. И всю жизнь видела. Видишь, как ты еще дальше ушел. Следующая жизнь становится еще сложнее, потому что ты уходишь дальше и дальше. Потому что дальше у тебя груз растет. Рюкзачок твой растет за плечами. А ты это перед смертью понимаешь. Все это осознаешь. Все это знаешь. Все это знаешь. Но при этом ты понимаешь, что у тебя ничего не остается, как идти. Ресурса больше нет, да. Кстати, на курсе молодость мы будем, вот с помоложением, на курсах их будет три, мы будем работать с ресурсом. Ресурсом, и это тот ресурс, который мы захватываем, приходя на жизнь. То есть, когда мы приходим в жизнь, у нас всегда есть отведенное время. То есть, что бы ни было, если тебе отведено прожить 55, ты там проживешь 55. И ты не проживешь 56, потому что у тебя ресурс на 55. А уже под каким предлогом ты уйдешь? Ты уйдешь под предлогом новой пандемии или тебя собьет машина, это уже не имеет, по сути дела, значения. Ты все равно уйдешь. И, кстати, в этом плане очень яркий пример Петра Горяева. Он ушел в 79 лет, у него было офигенное, молодое, здоровое тело. И просто тихнул возраст, и он выключился. Просто пришло время. И вот по нему вообще настолько это было наглядно. Он занимался вот этими глубинными вещами психики, понимал. Но работать с ресурсом мы эту задачу ставили еще в начале, потому что мы понимали, что у каждого из нас есть отведенное время. Ну, грубо говоря, время. Наше сердце отстучит, его назначенное час остановится. Остановится условно, потому что вот этот ритм, он сохранится, и сознание потечет дальше, опять-таки, по ритму. И вот работа с этим ресурсом в экспериментах у нас пошла вот буквально недавно. Она дала очень хороший выхлоп по своему собственному телу. Я, например, спокойно говорю, что все, что связано с изменениями сейчас в нас, это конкретно работа с этим ресурсом. Мы это все откатывали на себе. Сейчас первые разы, когда мы подвели к этому людей и дали возможность осознать вообще, как это работает, это было на курсе ложь. Но соединить это все в методологию с молодостью мы это будем делать уже целенаправленно в следующем полугодии. Просто мы подошлись к самому сакральному вообще. Но это точка. Но это точка, это глубинное осознавание себя, глубинное осознавание единства. И это именно осознавание, не понимание, не там никакие мозгокуртства. Здесь нету вот этой поверхностной части. И вот работа с ресурсом, она предполагается в курсе молодости. Это про долголетие. Сумасшедшие вещи мы сейчас говорим. У многих мозг завернется. Ну какие они интересные. Конечно, интересно. Да нету таких чокнутых, которые просто вот так вваливались на пролом в психику и шли, 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 потому что интересно. А как же? А вдруг ты там бесов встретишь? Он же во всем виноват. Это уже так далеко осталось. Осознанно я уже... Да нет, я просто тут демонов в рясах смотрела, которые там рассказывали, что во всем демоны виноваты, и так далее. Я так смотрела, думала, блин. Да даже вот смотри, ты даже сказала, что насколько нам ответено, кем ответено. Нами же самими на эту жизнь, да? Мы же это сами взяли. Это так же, как мы строим планы во время жизни тоже. Мы говорим себе там, в следующем летом, допустим, я поеду туда-то. Или я там через 3 месяца буду на такой-то работе. И вот как только мы это себе намечаем, у нас тут же появляется... Мы берем... Ну, сказать берем, нет. Это у нас появляется ресурс, потому что в нас появляется огонь, желание. Вот этот ресурс. Вот так же и на жизнь ресурс. А уж как мы его распыляем или используем, то уже от нас тоже зависит. Это все просто по образу и подобию. По образу и подобию. Мы же точно так же в этой жизни мы уже полностью закладываем информацию на следующую. То есть мы фактически... И к окончанию мы полностью сформировали сюжет своей следующей жизни. Причем не осознавая ни одного момента. И казалось бы, да, вот вы сейчас слушаете и думаете, какая мне разница, какая у меня будет жизнь. Очень даже большая разница, потому что у вас есть завтрашний день или послезавтрашний день, или день через неделю, или уже через час у вас есть миг. Это все миг. Это все миг, просто миг разного масштаба. А все один и тот же миг. Миг, миг, миг. Только здесь и сейчас существует. Здесь и сейчас прилагается время. А время – это предмомент здесь и сейчас, и после момент здесь и сейчас. Микро и макро – это одно, все одно. А человек привык думать какими-то такими системами, когда где-то хорошо… Вынесенными представлениями. Да, вынесенными. А на самом деле оно все вот здесь. И человек просто распыляет, разбрасывает, разбазаривает в никуда, в холостую. Когда вот эти вещи осознаешь, и осознаешь, есть ли миг, вот он, есть ли день, ночь, вот они, то жизнь, смерть, вот она. Где здесь ресурс? Здесь вот ресурс, здесь ресурс, вот здесь ресурс, а здесь, здесь ресурс. Пошли. Да. И все четко. Все четко, все по подобию дешевле, четко можно поменять. Все можно поменять, но все можно поменять только из физического тела и только в моменте здесь и сейчас. И тогда возрастает ценность физического тела, и тогда возрастает ценность жизни. И вот смотрите, большинство жизней заканчивается у людей, обрывается на чем? На том, что они не ценили жизнь и не ценили физическое тело. Это практически 80% уходов из жизни. Так вот, если тогда приходят болезни, тогда приходят травмы, тогда приходят суициды, тогда приходят ДТП и так далее. То есть остальные 20% это когда человек уже доживает вроде как тело частично ценно, вроде и жизнь как бы частично ценно, но я для себя не ценен. Тогда идет обесценивание, например, я. И тогда Бог уходит еще дальше куда-то. Так вот на небо, кстати, когда я слышу, что надо молиться на небо, блин, ну уже я понимаю, что то, что Земля круглая, признана в 1986 году, да, официально Ватиканом. Ну блин, вообще долго они думали перед тем, как принять, что она круглая, да, но уже же галактики, уже все, где вы там, куда вы там смогли его вынести, Бога-то уже как бы наука эти вещи все поописывала. Потому что такую дырку вы его засунули там. Куда надо спрятать то, что ты хотел бы, чтобы никогда не нашли? Перед носом. На самое бедное место. Да, в себя. Надо спрятать себя. Так вот, оказывается, самое ценное, что есть у человека, это физическое тело. Пока вы в нем... Самое то, что человек не ценит. Пока вы в нем, просто вы можете все. Вы можете все, у вас все есть. Абсолютно все. Главное осознавать, что вы делаете, как вы делаете, а главное, зачем. Ключ, зачем вы это делаете. И тогда, если вы привыкаете вопрос задавать, зачем, то вы спрашиваете не... Ааа, Бог, ну почему ты мне послал аутизм? Или почему ты мне прислал эту болезнь? За что ты меня там покарал? Вы тогда спрашиваете, зачем? Я себе создал болезнь. И чувствуете. Зачем мне пришло вот это событие? Но только для этого надо убрать ложь. И открыто, и честно самому себе задавать вопросы. И открыто, и честно чувствовать и отвечать. Чувствовать и перестать лгать себе. Потому что на самом деле, мы работая вот с людьми, консультации проводя, да, мы очень часто говорим людям очень больные вещи. Иногда даже не все говорим. На самом деле, человек это воспринимает как боль, да. А воспринимать надо не как боль. И не как сопротивление, что вы там сказали что-то не то, потому что вы мне сделали больно или грубо сказали. А ты слушай. Ты слушай и научись слышать. Просто слышать, чувствовать. И тогда у тебя не будет, не будет... Тебя развернуть... Все равно ты придешь к себе. Ты начнешь идти к себе, потому что ты начнешь слышать и слушать себя. На самом деле, себя. Не отталкиваясь, быстрее оттолкнуться во вне и начинать махать палочками, драться с кем-то. Нет. Научись слышать и слушать. Ну, в принципе, наверное, все на этой неделе. И мы в этом году, это последняя кухня инфодайинга, и мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. С наступающим 2022. Да, и 2022 пускай он станет годом начала Золотого века. Годом, который принесет в нашу жизнь счастье, мир, спокойствие, любовь, разум. Обязательно разум. Чтобы свет разума прошелся по каждой голове, в каждой стране, в каждом сознании. Чтобы человек вспомнил себя искреннего, открытого, перестал лгать себе и вернулся к любви. К той теплой жизни, к тому наполнению, к тому счастью, к тому состоянию, которое есть он. По природе своей. Человек в своей природе есть любовь. Да. И только он, будучи любовью и неся в себе любовь, неся в себе вот эту способность, изначально он может творить войны, насилие, убийство и всякую ерунду ограничивающую. Представляете, как надо ограничить себя, чтобы забыть, что ты есть любовь. И что она проявлена через твое физическое тело. Офигеть. Итак, пусть 2022 год будет годом золотого, началом золотого века. годом вспоминания в себе и осознания в себе любви, вспоминанием, осознанием в себе творца, создателя своей собственной реальности, своей собственной жизни. Когда ответственность ворвется в вашу жизнь и вы выстроите ту жизнь, которую вы хотите прожить осознанно. Пусть 2022 год будет началом пути к себе. Для каждого. Для каждого. Абсолютно для каждого. Слушайте. Слушающего. И пусть он просто с золотым светом войдет в эту жизнь и постучится абсолютно в каждый дом для того, чтобы туда ворвалось счастье. Счастье и Света. Сознание себя Творцом, Создателем, Абсолютом, Человеком. До встречи в новом году. До встречи в новом году. Субтитры подогнал «Симон»